Мы берем с вами большую кисточку, вот эту вот, мою любимую, и будем рисовать наши подсолнухи. Сначала мы же берем желтую краску, здесь у нас сначала будет желтая идти, а внизу будет зеленая, тоже надо, чтобы все это успело подсохнуть. Так, чуть-чуть снимем, не будем. Сейчас. Где-то так вот, дополним. Так как у нас будут подсолнухи, чтобы они между подсолнухами не просвечивали белый лист, чтобы было там желтенькое. Желтенький он тут, сверху. Теперь берем зелененький. Кисточку не моем, той же кисточкой разводим зеленую. Где-то у нас будут эти зеленые, даже где-то вот так местами будет зеленая по желтой проходить. Потому что там, среди подсолнухов видна где-то желтая, где-то зеленая. И внизу у нас идет уже зеленый цвет. Все оставшиеся. Опять же, это идет первый слой. Самый светленький. Маляк-маляк-маляк-теклепим. Потемнее немножко. Здесь тоже стараемся сделать, чтобы не было четкой линии между желтым и зеленым цветом. Может быть это заметно, не будет совершенно красиво. Вот это у нас все с вами сохнет. Пока он сохнет, посмотрю, у нас высохла дверь. Сейчас мы ее будем делать опять голубым цветом. Будем снова пытаться ее сделать. Все-таки я хочу, чтобы она была у меня голубая, но что-то у меня все никак. Вот она, смотрите, уже голубая становится. Вот она голубенькая. Рядом с голубой дверью должны быть видны немножко видны косяки. Косяки мы сделаем светло-коричневыми. Возьмемся. Вот и все. И теперь мы берем кисточку круглую. У меня есть вот такая вот. Вообще там какая-то дешевая с чем-то была. С чем-то там лежала. С какими-то там красками. Берем желтую краску. Где-нибудь вот тут вот. И начинаем, допустим, вот тут вот. Вот так вот, вот такими вот движениями делать наши подсолнухи. Сначала там они вдали, а их там много-много-много-много. Там безразборочно много. Можно даже залазить вот сюда вот. Ничего страшного, если залезть. Продолжение следует... И такими движениями мы делаем по всему почти полю, почти вот до сюда, здесь уже пойдут лепесточки. Сначала мы делаем редко, редкими такими движениями, не частыми. Их много-много-много, а потом будут у нас редкие. Продолжение следует... Вот тут даже, видите, немножечко может попасть. Если она совсем стала грязной, можно её помыть. Продолжение следует... Кисточка постепенно начинает высыхать. Это тоже очень хорошо. Будут более чёткие цветочки. Так... Теперь мы с вами вот тут вот начнем с этой стороны. Сюда вот тоже залазится. Подсолнухи же они не квадратные. И прямоугольные. торчат все стороны. Торчат все стороны. Так вот. Раз, раз. Торчат все стороны. Торчат все стороны. Вот он вот так залазит на дом. Из домика человек выходит, а у него посоль поле. Аромат такой. Цветы. Торчат все стороны. Сорвал посоль. Домой принес, положил. Ставим в вазу. Рисуем. Торчат все стороны. Торчат все стороны. Стои. У вас не так делать. НАПРЯЖЕННАЯ МУЗЫКА немножко сюда вот залазим здесь у нас уже начинают появляться просто кругленькие подсумухи ставим мы их в разнобой ни в коем случае шахмат порядке не надо ставить даже вот так ставить порошком таким камерком а Можно теперь вот тут еще немножечко подложить. Вот тут немножко. А вот тут у нас, кстати, с вами идет небольшая дорожка. Тропинка в подсолнухе. Наверное, у всех была дача в детстве, дача или деревня. Помните, как там было в подсолнухах? Много-много. Высокие такие. Так мы пока оставляем. Кисточку эту мы пока не моем. Сейчас мы с вами сделаем зеленые листочки. Так. Мы с вами возьмем зеленую. А вот у меня есть зеленая краска. Такая еще свеженькая. И ею мы будем рисовать сейчас вот так вот эти лепесточки у подсолнуха. сейчас мы тут с виду коричневую нарисуем дорожку. Вот здесь у нас вот так идет дом, тут у нас идет дорожка. Так вот дорожка у нас идет. Берем с вами беленький цвет. Той же самой кисточкой резем обратно в белый цвет и сверху ее делаем. Берем зеленую краску и сухой кисточкой залазим. Залазим в эту зеленую краску и делаем лепесточки у подсолнуха. Они как-то идут вот так вот тоже в разнобой. До самого низа. Тоже в разнобой, в разнобой они идут, идут. Можем немножко на подсолнце даже залезть. Вот так вот. Я делаю. Я делаю. Я делаю. Продолжение следует... 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 Вот у нас получились такие листочки. Теперь эту кисточку мы моем. Берем нашу немытую желтой краской кисточку. И прорисовываем подсолки заново между листочками теперь. Можно помыться. Совсем листочку. Совсем листочку. Прорисовываем на мокрую кисточку. И прорисовываем наши головки подсолнух в некоторых местах. Где их не хватает. И торопимся. Торопиться нам некуда. Разнобой. Теперь берем мы опять белую кисточку. Троечку синтетику. Берем алую краску. И будем рисовать нашим подсолнухом серединки. А может это не подсолнухи в общем. Серединки можно рисовать мокрой кисточкой. Просто ставить точечку. Так раз. И ставим. На всех подсолнухах, которые вы видите. Которые у вас более видны. Ближе к краю картины. Меньше их становится. А к горизонту сейчас будем делать побольше их. Головки у них бывают, видите, разные. Маленькие получаются. Где-то большие. Ставим разнобой. Чтобы было красиво у нас. Пожалуй, с этого края мы начнем. Делаем их маленькими. Как будто бы они там есть. Их там много. Вот так. Все. 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 Время. Через чур много делать не будем. Вот совсем красиво. Субтитры создавал DimaTorzok Где-то их много, где-то их меньше, где-то подсолнухи выросли, а где-то нет. Вот так вот. Теперь смотрим. Вот. Вот так они, в принципе. Можно в горизонте тут побольше сделать. В горизонте, в принципе, кажется, что их там очень-очень-очень много. На самом деле, как берешься их там чуть-чуть. Вот так вот. 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 был белый лист. Теперь. Какая красивая картина. вот. 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 у нас с вами вот тут будет сейчас травка. Кисточку вот такую убираем. вот cartoon. Вот. есть. у нас такая кисточка. вот она уб slice вот мне. сейчас мы б ninety-member either 자. мы с вами будем делать травку. Я иногда делаю травку вот такой вот кисточкой. Она продается в ИРУА, в таких вот магазинах строительных. Либо вот такой вот кисточкой. Она тоже, кстати, в строительных магазинах. Они там рублей по 5, по-моему, стоят. Попал давно. И мы будем делать травку сейчас. Сначала мы здесь, на листе, попытаемся ее сделать. Сейчас попытаемся вот это сделать. Сейчас. 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 Ну, видите, иногда получается, вон какая. То есть, вообще, трахная получается, надо ее немножечко подсушить. Допустим, возьмем вот эту сухую, и здесь вот, да, что-то особо не получается. Вот. Вот так. Вот так. Вот так. Вот так. И продолжаем вот тут вот. Потом это все тоненькой кисточкой вытянем немножечко эту травку, немножечко беленьким. Беленьким даже, в принципе, туточку можно. Вот. И немножечко преобразовывается, и сложновато. И тут же немножко и оранжевенький он попал уже. Он не оранжевый, а этот фиолетовый. вот тут у нас внизу будет проходить скорее всего рамка. Ну, в принципе, если вы хотите, можно ее совсем тут все закрыть. Так. Вот так. Откладываем. Берем нашу беленькую кисточку, троечку. И вот так вот, такими вот движениями вывести маленькие травинки. Можем немножко стать желтеньким. В картине у нас идет желтенький. Нет. И вот. Ну здесь тоже немножко желтеньким выводим, разная там травка такая. Вот, между этими травками у нас тоже есть цветочки, тоже такие же красненькие цветочки у нас есть. Берем мокрой кисточкой и вот тут их вдоль тропинки раскладываем в разнобой. Давай тропинки вот тут внизу. Немножко. Ну с этой стороны немножечко есть. Ну вот, собственно, и все. Маленькие недочеты у нас остались. Вот тут немножко вот травку надо выложить чуть-чуть. Деревья. Вот у нас тут деревья немножечко желтенького можно положить в деревьях. Ну вот, собственно, и все. Теперь мы с вами нарисовали картину за 3 часа, когда я ее дома рисую за 12 часов. Теперь сделаем самое главное. Поставим свою подпись. Берем черную краску. У каждого, я думаю, сейчас уже есть своя подпись какая-то. Проверяем на месте бумаги. Как там у нас кисточка пишет? Нормально. Отвимор тут надо добавить. Ох. Вляпалась опять. Вот. Типа вот такой вот. Сейчас мы попробуем написать здесь. Здесь, правда, еще не высохло ничего. Вот. Кстати, чтобы, допустим, ваша подпись была более объемной, поверх черного можно добавить беленький. Полосочку такой нежной беленького цвета. И так. И так. И так. И так. И так. Сейчас я немножечко беленького добавлю на свою подпись, чтобы она была объемная. Вот она сама немножечко растеклась. Ну вот, в принципе, и все. Мы с вами нарисовали пейзаж Южной Франции. Если у кого-то возникнут какие-то вопросы, будет что-то непонятно или что-то не сможете сделать, вы меня всегда можете найти в контакте. Зовут меня Наталья, фамилия Атапина. Вы всегда сможете написать мне. Мы с вами попробуем решить вашу проблему. На сегодня это все. Всем спасибо за просмотр. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok